Добрый день! Сегодня 10 февраля 2024 года, суббота, город Харьков, на улице минус 2. Сейчас на улице пасмурно, идет снег и сильный ветер. Солнышко сегодня встало в 6 часов 56 минут, зайдет солнышко в 16 часов 44 минуты, долгота дня сегодня 9 часов 48 минут. За вчера у нас насыпало сантиметров 15 снега, снег такой хороший, пушистый, классный. Снежок сейчас тоже идет, насыпает в общем полноценная, классная, хорошая зима. В течение дня температура воздуха будет колебаться от минус 2 до нуля. Периодически будут осадки в виде снега, ветер 3-5 метров в секунду, влажность 85%. Снимо снега у нас еще образовались вот такие вот сосульки, огромные. Красота! Это у меня воспоминания из детства, когда зимой в январе-феврале повсеместно вдоль всего периметра дома висели сосульки. Ну, сейчас не так активно, как в прошлом, но тоже есть. Всем добрый день! Погоду я вам нашу показала. У нас сегодня очень хороший, замечательный денек. Идет снежок небольшой, и снега уже насыпало. Вы знаете, сегодня ходили мы с мужем в магазин. Ну, надо было и воды набрать впрок. И все, и так идти классно. Вот настоящая зима, правда. Вот говорят, вот зиму не любят. Вы знаете, я тоже, я родилась весной, но зима по-своему классная. Все-таки, когда все белое, все закрытое, такой вот снежок идет, сосульки висят. Ну, это особая какая-то атмосфера. Так было классно. Нету слякоти, небольшой морозец. Все это, ну, все-таки как-то в комплексе это дает то, что называется зима. Вот такое вот, я даже не знаю, как это передать. Зимнее настроение. Вот пусть лучше будет снежок. Вот пусть лучше. Небольшой морозец, снежок. Ладно, нет, солнышко. Солнышко все равно будет приходить к нам периодически. Нам достаточно того, что есть. Это очень хорошо и классно. Ну, и по прогнозу, я думаю, что будут такие минуса небольшие. Это очень хорошо. Будет держаться снежок. Он сразу не растает. И, ну, и как-то настроение поднимается все-таки. Все-таки надо искать позитив везде, во всех мелочах. Сегодня решили приготовить вот такое блюдо. Отварные были у меня спагетти. Их необходимо было доесть. Была вареная колбаса. Как вы видите, я ее нарезала такими полосочками. Разбила я два яйца. Расколотила солью. Вот. И залила все это. И получилось очень даже вкусно. Ну, и немножко о нехорошем. Харьков сегодня снова обстреляли. Это было ночью. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Всю подробную информацию смотрите в новостях. Я не имею права здесь в рамках этого всего рассказывать. Вот. Но мы держимся. К сожалению, достаточно часто у нас сирены. Ну, мы уже к ним как-то привыкли. Стараемся как-то не обращать уже внимания. Вот. Немножко расскажу о себе. Так скажем, я... Ну, как... Я уже более-менее пришла в себя. Остались какие-то остаточные явления. Уже немножко мне стало легче. Ну, уже так. Конечно, неприятно. Но все равно упражнения какие-то я делаю, расхаживаюсь. Потому что кроме нас никто ничего делать не будет. И мою работу тоже никто делать не будет. Вот. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку надо себя настраивать. Спасибо всем тем, кто писал мне слова поддержки, что настраиваете себя. Конечно, мне ничего другого не остается. Все равно нужно делать. И работы много. Единственное, что мы вот сможем не делали, это не чистили снег. У него все-таки проблемы вот это с давлением. Я говорю, не надо, не трогай. И во дворе. Как могли мы протоптали. И со своей спиной я не пойду тоже чистить. Вот это мы не делали. Потому что здоровье дороже. И потом понаклоняться, еще раз растянуть. Я не хочу больше такого. Поэтому, вот как есть, так есть. Протопчем. Ничего страшного. Дорожки, все будет нормально. Как-то надо себя жалеть тоже в определенных моментах. Ну а снег, ну куда он денется? Никуда не денется. Слава богу, не насыпала 50 сантиметров, а всего 15 сантиметров. Так что это еще терпимо. Ну что, сегодня я буду дальше дочке продолжать помогать делать уроки. Ну как получается. Что-то мы успеваем, что-то не успеваем. Ну мы уже смирились. Поэтому я ничего в рамках этого видео так не рассказываю. Я делаю отдельные видео. Вот. Ну и по возможности и отдыхаем. И возможно сегодня-завтра посмотрим какой-нибудь фильм из советской классики. Вот это каждые выходные мы с дочкой смотрим. Пусть она привыкает смотреть нормальные, хорошие фильмы. Не только стрелялки и непонятно что, то, что сейчас снимают. А все-таки то, что было снято еще давно, надо, ну как-то к традиционным ценностям, семейным ценностям привыкать и приучать ее. И Полина с удовольствием это смотрит. Иногда задает вопросы, мама, почему вот так, а почему так. А я ей даже толком не могу ответить, потому что фактически в то время я не жила. Я там говорю, да, действительно были там вот такие вот особенности. Люди в очередях стояли, там все это показывается. Но были свои плюсы. Сейчас как бы этого всего нет, но есть свои минусы. Вот, поэтому я говорю, давай вот как-то смотри, вот как было. Это тоже нужно знать. Это наша история, которая была. Я говорю, и нужно все это знать и понимать. И все эти фильмы, это классика. Наша классика, которая уже со временем стала по признанию людей. Поэтому все равно нужно выделять время, вот чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Обязательно нужно выделять время и отвлекаться от всех проблем. И смотреть, вот, как говорится, старое, доброе советское кино. Ну что, все я вам рассказала, показала. Всем сегодня вот такого классного дня, как у нас. Со снегом, замечательной погодой. Ну, была бы еще возможность походить, погулять. Но пока еще как-то хотя бы по дому мы ходим, и то хорошо. Поэтому всем сегодня здоровья, вот такой вот классной погоды, благополучия и всего хорошего. И настраиваемся на то, что скоро уже весна. Скоро не за горами март месяц. И все будет хорошо. Всем сегодня хорошего дня. Всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok